Девочки, всем привет-привет! Не прошло и сто лет, я снова с вами. Я очень рада вас всех видеть. Спасибо, что открываете мои видео, смотрите, комментируете. Не забывайте меня, не отписывайтесь от меня. Я очень-очень это ценю, правда. Но на то, что я довольно редко стала за последние особо два месяца снимать видео, я хочу вам сказать, что первая причина, это, конечно, была моя занятость, как я вам раньше говорила. А второе, это то, что я не могла себя видеть в кадре. Я вам правда говорю, вот после той неудачной стрижки, сейчас в течение двух месяцев вот уже прошло, но все равно волосы не пришли, да, в то прежнее состояние, потому что очень много было кусков вот таких вот непонятных отстрижено, которые я сейчас либо стараюсь утюжком выпрямлять, да, чтобы они вливались в общую массу волос. И мне многие писали им со стриги одну длину, как бы под стриги, девочки, ну, знаете, я не могла решиться, я до сих пор не могу. Это получится, ну, очень коротко, потому что самая короткая прядь, то есть на затылке идет вот так вот где-то. То есть это получается, мне надо было бы какой-нибудь там удлиненный боб, коры делать, и, ну, вот, считай, выше плечи. Я не готова даже прям по плечи, ну, тоже, это очень коротко для меня. Вы знаете, лучше пусть будут они длинные, там, кусочками каким-то весят, чем, ну, вот так вот, постепенно, в общем, отращиваю. Придя туда в салон, я не просила каскад, да, вот как, может быть, вы многие так подумали, что я просила эту стрижку. Нет, потому что во влоге мне написали также девочки в комментариях, что-то сделала с волосами, зачем тебе нужна была такая стрижка, вы меня совсем не поняли, я не просила эту стрижку. Понимаете, она мне очень много филировкой убрала именно объема вот этой вот, да, и она ставила их тонкими. Боже, это самое большое, того, чего я боялась. В общем, я очень много болтаю, и просто я вам рассказала всю ситуацию, чтобы было понятно, потому что многие в комментариях написали, меня просто не поняли. И буду я пробовать первый раз вот такой вот силий блендер, то ли силиконовый спонж для макияжа. Тональную основу я сейчас использую также Револон Каллаж Стей, только в другом оттенке. У меня вот такой 220-й, это натуральный бежевый. Вот, отлично подходит, он даже немножко высветляет, то есть все равно у меня шея светлее, вот, лицо такое у меня какое-то странное, вообще, как обычно, прыщавое, покусное. Вот, ну, не знаю, как этим спожим пользоваться. Девочки, давайте, в общем, попробуем. Правильно ли я понимаю, теперь я должна вот такими вот прихлопывающими движениями. Боже, боже, о, боже, какая фигня, девочки, вообще. Я вообще не понимаю. О, нет, 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 я не готова так это использовать. Посмотрите, какая ужасная маска. Вся, я сейчас приду, подождите, возьму свой бьюти-блендер. Моё яичко бьюти-блендер никто не заменит. Какой вообще бред. Я очень даже рада, что я остановилась и не стала дальше наносить им. Сейчас на камере так выбеливает немного. Ну, потому что тональная основа от Револона, то она содержит SPF 15, да, 15. В общем, вот даже видно, как вот, например, здесь я разносила, и здесь так натурально, то есть вот легко эта основа ложится. А вот здесь, посмотрите, аж видно, да, вот такое, как нерастушеванное пятно, тяжелое, знаете, такое ощущение, что с шпаклевкой какой-то. Такой бред вообще, интересно, кто это купит. Мне кажется, те, кто девочки хвалили вот этот вот спош силиконовый, просто реально проплаченный обзор. Ну, я не знаю, девочки, честно, по-другому у меня нет вариантов. Напишите мне в видео, в комментариях, может быть, я что-то просто не так делала, правда, может быть, как-то не так начала разносить. Дай бог, чтобы он не порвался в ближайшее время, но когда он испортится, я его даже почти там, сколько он там, тысяча с чем-то стоит, полторы, тысяча семьсот, я его все равно снова приобрету. Он классный. Во-первых, он мне уже давно служит, и уж точно ему замены, кто бы что ни придумывал, не найдет. Бровки я делаю, девочки, последний месяц точно, наверное, полтора. Уже один у меня такой карандаш израсходовался, я как-то вам в недавно в влоге показывала, что я приобрела еще такой же. Это от Maybelline. Микрокарандаш, то есть вот у него идет, в общем, я название внизу все оставлю вам, потому что у Maybelline есть разные карандаши для бровей. Вот Soft Brown, то есть, да, такой легкий, мне нравится, что он не утяжеляет брови, и он так натурально, то есть просто тень придает под волосками, очень красиво смотрится. У него вот этот вот стержень на предыдущем карандаше у меня немножко обломался, я не знаю, в следствии чего, отломился, так было жалко. Естественно, у меня еще быстрее из-за этого закончился. У него и тут кисточка такая идет, щеточка, но очень, он так тонко рисует, он так круто держится на бровях, девочки, до самого вечера. Легко прочесываю волоски, потому что они у меня испорчены, да, и вот все равно стадии еще отращивания, много где не хватает, и все равно так. Я вот с ними вожусь всегда минут пять точно, семь, может даже десять могу минут провозиться. Поэтому, может быть, вы даже перемотаете этот момент. Так, брови на этом так и оставим. Единственное, что сейчас я только их немного оформлю гелем, уложу, потому что я говорю сейчас в форме, и все равно еще до сих пор их отращиваю. Очень есть много участков, девочки, где они просто не растут. Вот, поэтому там приходится по-любому пользоваться декоративной косметикой. Очень жаль, что когда-то я их испортила. Я, наверное, попью воды, девочки, потому что воду я, конечно, так довольно часто пью, и не из-за того, что потому что это надо, у меня просто реально сушняк какой-то, не знаю, происходит. Кстати, смотрите, какой я тут на днях купила кружку. Красивая кружка, кстати, в тон моим ноготкам. Фикс прайса, у них там еще были разные такие цветов, рад других там. Вот, это моя отдельная кружка, чтобы никто с нее не пил. Бывает, конечно, у меня Артемка залазит. Кстати, очень хороший лайфхак, это то, как все время хотеть пить воды, чтобы, да, не забывать о ней. Берете один солененький огурчик, съедаете, и будьте уверены, что потом, считай, целые сутки вы не отойдете от воды. Я, в общем, уже иногда так делала, когда чувствую, что я могу воды особо, у меня к воде что-то не тянет, еще особо не хочу, я могу так съесть, и потом в течение дня я просто усыхаю. Я всегда наношу тушь, это я в таких случаях, когда очень тороплюсь, если, в принципе, есть, ну, вот так, времечко, там, еще минут 10 в запасе, то я пробую, использую вот эту вот палетку Naked Basics, либо использую палетку Naked 2, то есть вторую палетку. Наверное, я нанесу вот эти вот оттенки, я без базы, немножечко просто, чтобы оформить глазик, вот такая вот, у меня кисточка, это шик, номер 12B, хорошая кисточка такая, мягенькая, с натуральным ворсом. И я такой нейтральный оттеночек наношу складочку, могу сразу сказать, что на камере не видно будет, это будет 100%, я могу гарантировать, потому что, ну, камера очень сильно съедает. Более темный оттенок наношу еще в глубокую складочку. Кстати, девочки, досмотрела, я же этот фильм, это черная любовь, еще после, просто после этого я с вами нормально не виделась, ничего, чтобы рассказать свое мнение, я понимаю, что не все его смотрели, поэтому, опять же, если вам не интересно, можете перемотать, но я буквально в двух словах скажу свое мнение, если кому интересно, напишите ваше мнение по поводу такой концовки. И, честно говоря, я, конечно, в шоке, я не ожидала, что все так закончится. Я уже о финале узнала из Инстаграма, это, конечно, не очень меня порадовало, потому что не хотелось, конечно, узнать раньше времени, но я, конечно, вообще была неприятно удивлена таким итогом. Я считаю, что режиссер, мазохистка, зачем она это сделала? Я понимаю, что рейтинг, я уже писала об этом пост в Инстаграме, что ей, ну, в каком-то случае, да, в каком-то моем понимании, где-то это выгодно. Но, блин, девочки, Убить главного героя, столько времени смотреть этот сериал и так запороть в конце, сделать одинаковый конец для такого положительного героя, который был за правду, за справедливость, да, и убить его таким образом, каким-то нелепым, и при этом еще со злодеем вместе, как бы, одинаковая смерть, вот это мне вообще непонятно. И оставить в мучениях и, ну, с плохим концом героиню, да, то есть Нихан, то есть, чтобы она потом страдала, ну, то есть, я вообще очень долго возмущалась, мне потом этот сериал очень долго снился, я как сейчас помню, в общем, я переживала, конечно, на самом деле, как в жизни. Может быть, это глупо, как многие писали, что из-за сериала так убиваться. Более таким темным коричневым оттенком я частенько прохожусь так по ресничному краю, по верхнему. Вот когда, знаете, я снимаю ролик, да, и смотрю потом просто на компьютере, да, просматриваю вот саму видеозапись, цвета, в принципе, видно четко, в принципе, насыщенность оттенков. Но когда я после редактирования вывожу на YouTube, цвета вообще так съедаются просто очень сильно. Дальше моя любимая тушь, я вообще просто влюблена в нее сегодня, либо завтра я пойду, кстати, покупать какую-то на замену, либо такую же возьму, посмотрю, если будет в наличии, либо возьму эту и еще одну какую-то, но из белорусских, в общем. Потому что я считаю, что это цена-качество просто, не знаю, и не сколько качества, а сколько эффект. И не осыпается, и глаза не слезятся, и для чувствительных глаз подходят. Не вижу смысла переплачивать. Вот, либо, ну, Вивьен Сабо еще можно, да, взять, как в пример, тушь, кабаре. Ну, это уже, если, например, на тот случай, если я, например, что-то не найду из белорусских, то Вивьен Сабо можно. Но сразу скажу, что Вивьен Сабо, конечно, девочке уступает очень сильно. То есть ей далеко до белорусских по именно распахнутому вот этому взгляду. Да, вот она у меня уже подсыхает, довольно трудно разносится. Ну, она мне долго служила. Ну, в общем, как обычная, как крюшка запачкалась. Сразу такой, видите, взгляд такой бац. Еще хотела вас всех поблагодарить, девочки. Когда у меня стал вопрос в Инстаграме, я... Ну, на самом деле, я в тот вечер задумалась очень сильно о том, что стоит ли продолжать снимать видео. Очень многие, там столько было комментариев. Чтобы даже те молчаливые девочки, которые просто наблюдают, и то ничего не писали, комментариев никогда, и то отозвались, и сказали, что не стоит закрывать канал. Уже погущие лапки пошли, поэтому сейчас чуть подсохнет, я уберу, сниму тушу. В общем, я уже все в пустой баночке. Просто я посмотрела статистику. Я смотрю, что уже не так, как раньше. То есть падают просмотры. Я знаю, с чего это происходит. Это нисколько не интерес к моему каналу. В принципе, ничего особенного не изменилось в моих подписчицах. Я знаю, что люди, если кто-то смотрит, они включают видео, все. Просто дело в другом. Дело в том, что изменилась политика YouTube. И то есть те вот девочки, кто, как я, давно уже мы снимаем видео, то есть мы уже не так интересны, да, как бы для таких... То есть YouTube больше сейчас молодежь. Молодежь, которым нужен ажиотаж, нужны громкие названия, какие-то интриги, шоу, посмотреть. Естественно, полезная информация-то нужна уже больше, более такой возрастной категории, более там, ну, пусть 28-тире там, да, далее, выше. 30-плюс такие девочки, кто вот больше моего возраста, а на самом деле, которые уже более семейные. У семейных свои заботы. Я прекрасно понимаю, такие же, как я, многие меня смотрят, которым тоже не всегда есть возможность включить видео, которые ходят на работу, устают, приходят. Я тоже очень многие видео пропускаю, хотя не отписываюсь от девочек и не смотрю. У меня просто физически нет времени. То есть если еще буду ролики смотреть, то тогда, ну, либо я дома, извините меня, да, у меня будет там везде грязь, и я, и либо у меня дети будут ходить голодные, все накапливается, естественно, ну, какой Ютуб, да, вот уже когда, в принципе, одно дело там было мне меньше лет, там, несколько лет назад, и это все было еще там детки маленькие, как-то все я могла там побольше времени находилась дома, сидеть там перед камерой, выдумывать там всякие там лайфхаки снимать и так далее. Знаю, что также многие из вас ждут. Вот, то сейчас уже нет, как бы. Если у меня и есть, то есть и желание есть, то я по факту, да, ну, вообще, ну, это вот, 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 ну, не день надо выделить, ну, это для меня, конечно, я не знаю, это роскошь, наверное, сейчас. Сейчас, извините, вот еще. А то там всему еще и накладывается за собой, надо посмотреть, и, в общем, и все-все-все, и еще и учиться хочется, да, там дополнительно, опять же, время это затрачивается. В общем, много всего. Ладно, дальше продолжаю краситься. Сейчас я нанесу сначала пудру. Пудра у меня вот такая, от шоссе, да, я сейчас ее использую, потому что и оттеночек мне, он хорошо идет. Очень нравится, девочки, это у меня матирующая, вот такая компактная. Спонжиком я не пользуюсь в основном. Вот, кисточка, кстати, уже кисточки надо мыть, опять же, и то кисти надо помыть, то смотришь, тут загрязнилось, там загрязнилось. В общем, и трудом. Я забыла, когда последний раз была нормально в магазинах, чтобы там из одежды себе даже что-то прикупить. В общем, надо тут шоппинг устроить, такой нехилый. Очень много чего у меня нету, и таких базовых вещей, и все, что-то сносилось. Надо на осень много чего прикупить, и из обуви. Поэтому, если вам интересно, что прикуплю, хотите, напишите в комментариях. Я засниму обязательно для вас такой ролик. Так, дальше. Пудра хорошо долго держит так мотирование. Даже если так пропуступает блеск, то он так не выглядит как-то странно, да, опоры. То есть он не расширяет. То есть вот так все аккуратно, компактно на лице. И теперь бронзера, ну, немножко, да, вот такой пудрочки темненькой. Я совсем немного делаю. Тоже не хочется как-то это. Поэтому, девочки, я за то вам и благодарна, за то, что у меня по большей части, пусть у вас и не растет количество, да, там подписчиц, вот именно той молодежи, у меня и нет на канале, как правило, больше. А вот именно такие адекватные взрослые, такие девушки, женщины уже, мамы, жены, которые на самом деле ценнее для меня, чем вот... я просто для себя это все поняла в тот вечер взвесила. И, ну, это, скажем, продолжение темы, я просто прервалась. И поняла, что, да, я потом написала пост о том, что буду снимать, ну, пусть не часто, но и канал не буду забрасывать, и в то же время и не буду прерывать снимать видео. По возможности. Вот как сейчас, например. Отличное настроение, хочу поболтать. Я думаю, и вам приятно со мной видеться, и мне очень с вами приятно. Это просто хит. В Японии, кто не смотрел это видео, я просто вкратце вам расскажу. Заказывала я оттуда. Если кому интересно, напишите, я вам скину видео, посмотрите, как заказывать. В общем, бюджетный Canmake румяна, вообще бюджетная косметика декоративная в Японии, но именно этот оттенок, это у них хит. Девочки, вы знаете, даже просто нейтрально, когда красишься, вот эти румяна, они так освежают, они вот вообще круто смотрятся, и они очень пигментированные. Вот я сейчас чуть-чуть совсем на кисть наберу. Смотрите, я их очень... Не знаю, конечно, опять же, это на видео, но все же, вот уже видно оттенок. Они очень хорошо держатся, никуда они не пропадают. Ой, выразительность, свежесть, что ли, лицо придают. Мне очень нравится. Вообще, так довольна, что я их заказала. Те кремовые, которые у меня еще есть, тоже от Canmake, я тоже ими пользуюсь, но реже. Вот эти вот прям у меня рука так к ним и тянется. Особенно в сочетании с моим любимым карандашиком, который я сейчас нанесу, от Essence в оттенке 06, Satin Mouth. У меня вот такой грызок. Но я не горюй, у меня еще в запасе два целых таких карандашика. Я когда-то их купила про запас. Я прям вот на этот бальзам, хорошо еще раз увлажняю губы и наношу сверху. Они смотрятся очень такими аппетитными. Очень мягкий карандаш. Красивый, нейтральный оттенок, но в то же время выразительный. Вот так вот выглядит карандашик и румяна. Это просто мой хит. Я их обожаю. Бюджетная вещь. Вот я всегда чувствую себя с ними уверенно. И как по цвету, и как по качеству. Очень хорошо держатся. Не сползает, не выветривается. То есть вообще вот помада, вот эти вот три средства, тушь, вот этот вот карандашик мой любимый и вот эти вот румяна. Это просто для меня маст хэвы. Я их обожаю. Кстати, я еще наношу консилер. Немножечко под глазки, потому что уж так, когда смотрю, есть у меня такие, видите, я забыла просто нанести. И вот так вот, девочки, у меня получается. Напишите вообще, как у вас. У вас, наверное, такой же дневной макияж, я думаю, у многих. Бывает, что я могу вообще не краситься. Такое тоже есть. Но это вот такой минимальный, быстрый. Что-то за последние два дня у меня очень стали электролизоваться волосы. Не знаю, с чем это связано. Напишите, как вы думаете, может быть, у кого-то тоже такая проблема. Как справляетесь? Девочки, вот такая была собиралочка. Напишите, как вам, ждете ли вы еще таких. Если, может быть, какие-то есть еще вопросики, запросики, пишите. Ждите следующих видео. Готовлю для вас интересное видео, полезное. И всем спасибо огромное за просмотр. И пока-пока.